кто-то ходит по балкону всего лишь на все меня вчера предупредили что они будут мыть балконы они как нет из через номер не заходили не заходили откуда-то с неба прилетели ну что доброе утро кадис привет кадис ну что доброе утро кадис каде кадис странный очень спуск впервые такое вижу пошли это такой красивый терминал ничего не спрашивают выпускают так хорошо как будто я думал я в шорте как сегодня предлагают автобусную экскурсию я конечно ее не возьму потому что я уже одной наелась экскурсии не только пешком только ножками значит мне надо вот по моему насколько я поняла по обелиску что-то тут было в 1810 813 год малепусенький городочек портовый по полюсенький сейчас кафешку найду пойду вот такое здание углом вписывается в этот к узенький проходик и вот это здание здесь же она и закончилась и тоже но здесь заужина как-то так интересно строить там вроде бы узкий был к торец и здесь вроде бы узкий пире то где что до само расширение куда-то спряталась и вон на болт на на крыше растут растения настоящий сад на крыше как в израиле на каждом доме обязательно са туристов конечно великое множество может быть это не только туристами еще местные жители 0 9 вышла отсюда и куда идти налево направо прямо к орион а все-таки конечно сделаем потащившись сюда сумкой это я уже поняла слава богу ну что поделать истина рождается в опыте такие какие шкодные колготки и вон такие колготки пойдем посмотрим он они всякие всякие разные мы когда-то были когда в арабских камерах оказалось бы да какие там колготки такие боли были там такие были колготки и все такое было супер сексуально еще просто караву казалось бы дубай да казалось бы и тем не менее да так постельное белье все коротики пижамки золото бриллианты это сумка симпатичная прям симпатичная реально сколько же на стоит 135 евро 20 процентов дайте мне кафешечка маленькая уютненькая такое чтобы патишка тоже субботные очень прям симпатичные так пошли дали пошли дали коллекшен на крайне там вообще никого тут навалом у нас сегодня на лайнере будет ночь рождественская ночь всю ночь будет работать казино вообще все будут работать всю ночь красиво поедете как хорошенько алё алё хоп девчонки ну подите мешаете синяя пальтишка прям смотрится очень-очень даже симпатичным прям симпатично реально так ну что пойдем халал вот такое безрукавное пальто замечательно теплое без рукавов тихо музыка тихо 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 музыка тихо ой-ой-ой-ой но балкончики конечно вызывают отдельное какое-то такое чувство приятности кику когда-то марина иванова упоминал она покупала помаду кику так ни одного кафе и не вижу дайте чашку кофе пожалуйста на улице чтоб посидеть погодка потрясающая опять так меня это умиляет апельсины растут на улице целая улица апельсиновых деревьев вчера я тоже смотрела валенсии то же самое елки-палки пошла пить кофе и не взяла с собой не карточку и не деньги сейчас буду возвращаться на теплоход это хорошо что не села не заказала вот кафешка кстати хорошо что не заказала елки-палки но надо что твою короткую память имеет не возьми что схватила сумку и пошла а у меня деньги все в другом месте ладно пойдем на теплоход прогуляемся но я собственно недалеко еще ушла от теплохода все городочек маленький и вот тебе и кафе и барчик и все что угодно так что пойдемте пойдемте на теплоход возьмем карточку у меня 10 евро есть и доллары я думаю может карточку если то что не хватит 10 долларов на чашку кофе 10 евро то бишь они так попробуем карту не везде она проходит american express ну что пошли тогда обратно и так эта песня хорошо начиная сначала зашла взяла деньги взяла карточку какое дерево вот это интересные таких пипочек похоже на что-то похожих так здесь я переходить не буду я перейду в положенном месте пасмурно но это тоже хорошо потому что было бы сильно жарко я пока добежала до теплохода я я думала что думал что сварилась очень интересное дерево я видела его в сан-диего такое дерево да и вот тоже как кустики обработаны вот это типа доходе его я не видела честно оно как бутылочное но кто у нас здесь стоит диего фернандо монтанзес и не прочитаю не знаю не знаю кто это что это но стоит а коль стоит значит что-то значит пошли искать приятная кафешка дерево конечно удивительное вот он хочет сюда проехать а мы тут идем вот как он сюда проедет все тебя пропускать ну давай я пропущу давай 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 прощай на улочки как раз таки не для тропы сенатор прямо что-то такое восточное только все красиво пойду каи дико заделить посмотреть красиво . красиво и таки вот и такой внутренний дворик симпатичный очень резные ворота и опять маленькие балкончики такие симпатюльки так вот тут я уже была я это помню нет не было не помню колокольня ага ага мне там кто-то пишет посмотрите как там кто-то делает видео из круизов какая-то тому женой работать это на машине а у вас типа не получается девочки что вы себя мучаете идите смотрите те кто хорошо делает видео я что вижу то пою все нет она будет смотреть и она будет изрыгать свои как бы сказать советы реально смешно услышать если мне что-то не нравится просто отключаюсь и не смотрю не мешало бы подкрасить дайте мне кисточки на подкрашу института санта мария дел розарио я не собираюсь с вами вести светские беседы пока я бегу по городу я увидела там что-то в делах там что-то кусочками снимаю показываю то что мне интересно если вам не интересно пожалуйста еще раз говорю покупайте путевку езжайте снимайте как вы считаете нужным так что никаких претензий никто мне предъявить права ними живу как хочу делаю что хочу и это весь мой ответ людям нестабильной психикой роза клара прям красивая платится хорошая такой скромная белая таких никаких излишеств но тоже время очень элегантно везде блок фрайды как я уже говорила много попрошаек и все сидят почему-то с собаками видимо больше дают я не знаю может быть действительно животных любят не знаю как-то меня все это напрягает честно дать и попрошайки тем более молодые здоровы так что у нас какие-то старые бутсы нет они не стали не на фоне старой вас или нет старыми этого добра у нас в америке много поэтому я по магазинам не хожу захожу иногда когда что-то вижу ярко такой пестрое да и вот пошли кафешки сейчас я где-то присяду покурю папироску свою до нашла кафе или здесь есть прямо на проходной части или все-таки вот сюда сесть сейчас я найду которая меня позовет найду найду кафе который меня просто позовет ну балкончики конечно ну прям вот такие уютные хотя малюпузские такие ну реально хорошенькие тут уже страшки пошли какие-то и кафешечка приятно все усыпано эти красивые с макромые зонтики да был бы простой зонт не было бы так приятно как с макромышками а елки разве белыми бывают ну красиво красиво бывает не бывает но красиво хорошая платежка прям симпатичная люблю горох так куда садимся вот я всегда села бы на такой столик но тут всего три они все заняты так под ножки забрать и музыка играет так а тут просто концерт я дайте вышла к морю то есть я иду параллельно пляжу параллельно порту и кто у нас гадиза монет не знаю честно кто так вот так он не один играет вон у него как и какой оркестр так интересно молодец дяденька здорово куда денежку бросать вон сейчас я тоже пойду брошу молодец конечно молодец не знаю что за деньги я бросаю на какие-то денежки я брошу вот так вот очень приятный город приятные какие-то вот ощущения бывает редко бывает заходишь какой-то город он тебя просто отталкивает не принимает наверное какой-то холод чувствуется бывают такие города я даже смогу назвать у меня в калифорнии были несколько несколько таких городов а здесь прям так хорошо хорошо так приятно так уютно люблю вот такие вот штуки на черных вообще люблю бижутерию на черных шнурках но но чуть-чуть не мою я же не это не пират что такие вещи носить но во всяком случае что-то новенькое потому что в америке одно и то же все одно и то же кругом уже надоело если честно куда не подойдешь все все продавцы торгуют одним и тем же товаром конечно что-то по-другому совсем может быть это мэрия местная не знаю что это сейчас посмотрю красивый такой теплый такой приятный город прям вот не знаю как будто я здесь уже много раз было хотя я впервые здесь и так и что у нас здесь кассас нет консисториал из дела но не смогу прочитать и прочитаю все равно неправильно короче говоря почти со мной просто гулять хотите посмотреть информацию об этом городе находите на вас на своем языке и либо с переводом и смотрите я просто как и а пошли внутри зайдем а ну-ка что-то там там холл да это это говорит это там холл это сити холл это горы с полком есть не нужно так как мэрия горы с полком стремные словечки мэрия она и в африке мэрия пошли вот такой вот я люблю такие вот такие узенькие улочки вот там посидеть вот такую вот нет мне не нравится надо было нет мне там подождать пока мужчина выйдет из-за стола из-за высокого и сесть где-то там либо пива либо кофе не значу я хочу и то это хочу ну и понятное дело вся всякая выпечка там вообще никого нет все движение здесь сладкая кафешка все одна корова и сейчас проходила мимо подъезда и тоже все в плитке выложено все-таки что-то марокканское в этом есть ну хотя мы собственно недалеко от марокко отъехали совсем недалеко не следующий круиз будет проходить через марокко вернее останавливаться в марокко на один день как я люблю наблюдать за работой когда вот что-то делает такие бутербродище я в турции всегда останавливалась милок и женщина делала тесто изделия из теста я просто стояла смотрела как завороженная на теплоходе я стою смотрю как парень делает тесто на пиццу и как он его в руках выкручивает прям сплошное удовольствие вот можно купить такую сырую ракушку а я хочу никогда не ем для меня этой ухты как красиво куда я вышла да реальная конечно красота да шикарное строение пойдем посмотреть там стоит стоят какие-то домики деревянные что это все значит да и туда наверно внутрь можно пройти вот туда я пойду с удовольствием пойдем вот еще колокольня я мимо не уже проходила помню я пошла в другую сторону могущественное такое здание строение здания даже трудно сказать строение его нарка какая интересная почти что фиумфальная ну а бери а вот и слады гитая ой как красиво делают крыши покрывают снегом пойдем посмотрим что же там такое пошли если люди заходят опаньки колокольный звон какое строение и как наш дедушка ленин все памятники были обозраны с ног до головы вот так сожалению святых тоже голуби не разбираются ленин ладно святых не надо так гадить конечно прей доминга пошли через арку загадаю желание ну и какое же у меня желание под божечки мои а какой же у меня желание всем да есть желание все есть самое простое самое простое простое проще не бывает загадываем все сбудется у тебя вышла из этой арки и снова какое-то строение феноменальная поделой всего лишь навсего да вот такие ой голубочек застрял мой маленький а как же тебя спасти мой как жалко всего лишь навсего обычное здание как бы квадратное вот такая лепка конечно каким-то даже величественным он улетел нет не улетел он все еще там сидит бедняжка ты моя солнышко наш как же тебе помочь господи боже мой ну вот там сбоку он же не понимает он же не видит там сбоку вы дырочка есть давай 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 ну посмотри вон направо с твоей стороны налево давай как жалко и все закрыто кирпичом никто ему не поможет ты только сам себе поможешь в этой ситуации давай птичка моя давай осмотрись вокруг оставляю голубка желаю ему удачного освобождения ну там не одна дырка там много дырок то я надеюсь что он сообразит что бесполезно бить крыльями по сетке надо найти другой выход просто глянуться по сторонам как в любой жизненной ситуации у людей это по всей видимости какая-то церковь конечно некрасиво смотрится такие обшарпанные стены ну что поделать касса бела кантадуре ой как красиво красиво ой как красиво позвонили а Это что такое, гроб, что ли? Там гроб лежит. Вау! Страшно? Не страшно? Стеклянные гробы. И там кто-то лежит. Люди совесть иметь и жуж верюте в храме Господнем. Когда я приехала на Гранд Каньон, я не могла говорить громко. И когда люди громко говорили, думаю, как? Тут просто дыхание замирает от этой величественности. А они орут. Не знаю. Может, я какая-то чувствительная. Наверное, понимаю. А когда люди мне не легают. Большинство из них орластые такие, всегда орут. Разве можно в храме так орать? По всей видимости, Папа Римский. Я не знаю. Если ошибусь, прошу прощения. И какие своды невероятные. Купели. Для крещения, наверное. Господи, спаси и сохрани. Господи, спаси и сохрани, Господи. Спасибо тебе, Господи. Прости и сохрани, Господи. Ой, как страшно, смотрите. Прям страшно, честно. Он лежит. Не знаю, настоящий, либо ненастоящий. Why? Кармен. Не знаю, кто такая Кармен. Свечки почему-то горят ненастоящие. Электрические. Неправильно, наверное. Но не мое дело. Хочешь и чувствуется прямо что-то. Реально что-то чувствуется. Что ты находишься в храме Господнем. И не важно, какая у вас вера или какая у меня вера. Бог у всех один. Для всех один. У всех один. Молитвочку прочитала бы. Перекрестилась. Аминь. Все пошли. Все пошли. Все пошли. Как концертный зал. Как-то не чувствуется даже, что это царь кофе. Он все-таки держит. Я думаю, это, я уверена, должны быть какие-то иконы. Должно быть что-то такое, чтобы хотела заткнуться и говорить шепотом. И чувствовать на себе вот ощущение в себе внутри. Какого-то святого духа, что ли. Пес-барбос, ну что ж ты так гавкаешь, тем более такое эхо. Забери его в квартиру, хозяйка. Я представляю, как он всех разбудил. Вот люди совести не имеют. Они заводят собак себе во благо, в удовольствие. А все остальные люди, кто сейчас, возможно, спит, отдыхает, они должны слушать вот этот лай. Не знаю, как-то угомони свою собаку, спрячь ее куда-то. Ну как это так? А ей пофиг. Ее собака, она кайфует. Ее лай собаки ее устраивает. Это не родное дорогое существо. А для других людей понятное дело. Я считаю, что у людей нет ни совести, вообще ничего, ни сознания. Точно? Точно. Точно. Не тратишь. Спряталась собачка. Я подошла, она спряталась. Видно, она меня поняла больше, чем хозяйка. Потому что хозяйка-то никогда не поймет. Вот. А собака поняла. Вот так вот. Иногда животные умнее людей. Там какой-то пахнет чем-то вот церковными свечами. Там какое-то торжество, либо школа, может быть, не знаю. Дети аплодируют, кричат. И чайки кричат. Дальше пола, по всей видимости. Я все дырочки вижу в арке. Мне все тянет в арке в дырочки. Пойдем. Загадаем снова желание. Так. Тут мокро. Не знаю, почему дождя не было. Это самые обычные жилые дома. Людей почти нет. Фабио. Фабио. Руфино. Ну что, проемся снова по аркам под арками. А там вообще никого, ни души. Так удивительно. Все люди здесь. Эп, скользко. Деспасито. Лотерейные билеты продают. Я купила баночку безалкогольного пива. Ножки вот так вот задрала на сидушечке. Чтоб отдохнули, пока я выпью. Такие ресторанчики, везде бочки. Ну что, мы днемся, посмотрим на цены. Надо нам это, не надо. Цены, я смотрю, неплохие. Зря говорили, что в Европе цены выше, чем в Америке. Нет, не вижу ни что ни больше. Это мужской магазин. Курточка 70, 69 евро. Очень даже симпатичная. Спиртное смотреть не будем, нам это не надо. Вот такие вот, вот такой вход в дом. Маленький бутик. Курточка, пламенка. Везде гербы какие-то. Наверное, что-то это значит. Наверное, да. Но везде мозаика на стенах. А бодраные, конечно, стены не красят. Такой красивый городок. Но с другой стороны. И не сильно уродуют. Пенсион испан. Люди работают. Что-то вкручивают, что-то выкручивают. Везде решетки. Какие уютные балкончики. Везде цветочки стоят. Центросол. Вот я уже показывала. Везде такой клеточкой выложено вход в дом. Везде черные двери. И опять кругом плитка. Марокканский. Марокканский стиль, во всяком случае. Марокканский стиль. Вот опять апельсины растут. Желто-блокитный. Как украинский флаг. Слава Украине. Героям слава. Нитки для вязания. А тут продают, я так понимаю, чай. Я зашла, так пахнет чаем. Чай и травы, скорее всего. Ох, как пахнет. Да, чай. Тим. Ох, как пахнет. Да, чай. Да, чай. И специи. Понятное дело. Очень красиво оформлено оригинально вот этими горшочками. Ла мафия. Китюин. Очень много автоматов по всему городу. Ну, чтобы деньги взять, поменять. Пенблок Фрайдей. Пойдем сойдем в магазинчик. Тут я смотрю в камни и все мне спрашивают, почему зонтик не купишь себе. Не хочу. Я зонтик никогда в жизни не носила. У меня есть зонт, но это на самый крайний случай. В общем, я никогда его не носила. Для меня это совершенно лишний предмет в жизни. Какие красивые зонтики. Шляпки такие симпотные. Да. Цветы, перья, цепи, шляпы, шарфы. Панамочки, платочки. Это, видимо, магазин для поделок. Покупаешь себе и сама что-то собираешь, вытворяешь. Ну что, пойдем на кораблик. Находилась, насмотрелась, надышалась. Марибелл. Нашла маникюрный салон. Пойдем делать маникюру. Я попросила помочь мне с одним пальцем. Посмотрим, что будет. Би-бьюти. Опять-таки, американское название. Сделала мне девочка ноготочек. Это стоит 5 евро. Я ей дала 6. Формасия. Сейчас будет 21,5 градус тепла. Показывай. Ну, показывай. 13,55. 21,5 градус. Почти 22 градуса тепла. Замечательно. Пойдем пообедаем на теплоход. Не знаю. Потом еще я выйду. После этого нет. Ну что, пошли на кораблик. Вот она крыша корабля моего. Видно. Везде такие громадные двери. Со задавнями. И у меня останется время сейчас позвонить в Ялту. До конца решить этот вопрос с поездкой, с путевками для девчонок. Все. Пойдем на теплоход. Пообедаем и займемся делами. И мне нужно свои следующие круизы тоже смотреть. Нашла все, но не совпадает у меня по датам. Никак мне одного дня не хватает. Сейчас буду что-то искать подходящее. Итак, я взяла себе пюре, овощи. Там маленький кусочек рыбки и какой-то супчик непонятный. Посолевый. И вот опять пытка сладостями продолжается. Но не меня, а тех, кто любит сладости. Торты, торты. Вон прям тыква как торт. Ух ты. Паппит эндивен. Интересно, это все съедобно или? Хочу вот эту корзиночку, но не буду брать ее. Вот это хочу. Как же без турки. Сегодня день благодарения. Возьму кусочек турки. Оно должно быть очень вкусное. Hello. Это грудка. Я бы прям ножку бы съела. Спасибо. 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 Еще раз повосхищаюсь. Какой красивый белый город. Вон там какой-то островок. Пойдем пить кофе. Но все обратно сказал. aaaa. Что к� Then bead к чуть-чуть. Продолжение следует...